Всем привет, добро пожаловать на наш первый поток разработчиков в этом году. Мы надеемся, что у вас был потрясающий и расслабляющий сезон отпусков. Спасибо, что позволили нам сделать то же самое. Но мы действительно рады вернуться сегодня, чтобы поговорить о том, чем мы занимались, ответить на некоторые из ваших вопросов, продемонстрировать, что у нас есть в ближайшем будущем. Меня зовут Джейн Рейнольдс, я старший менеджер сообщества Microsoft Flight Simulator, а вы на сегодня модератор. Конечно же, ниже меня у нас есть три наших прекрасных разработчика симуляторов полетов. Слева от нас Йорк Ньюман, глава Microsoft Flight Simulator. Привет, Йорк, как дела? Привет, отлично. Счастливого 2023 года. Супер поздно, но привет. Спасибо, Йорк. Посередине у нас Себастьян Влог, генеральный директор и соучредитель особо студиос. Сёп, как у вас сегодня дела? Здравствуйте, у меня все отлично. Хорошо. Рада, что вы можете присоединиться к нам. А справа от вас Марсель Бусарт, исполнительный продюсер студии Соупа. С возвращением, Марсель. Большое вам спасибо и всех с Новым Годом. Несколько напоминаний сегодня для вас в чате. У нас есть, я полагаю, три сессии вопросов и ответов на протяжении всего потока, посвященные различным темам. В этом месяце мы запросили много отзывов на форумах, поэтому когда мы перейдем к этим категориям, конечно, не стесняйтесь задавать несколько живых вопросов. И мы сделаем все возможное, чтобы ответить на некоторые из них по мере поступления. Но нам еще многое предстоит обсудить, поэтому я собираюсь начать работу здесь, в Йорке, чтобы начать нашу презентацию. Да, всем привет. Прошло несколько месяцев. Здорово вернуться. Я увидел в предварительном чате кое-что, что я тоже хочу отметить. Первый, это последний Боинг 747 за 50 лет. Так что я помню, как в первый раз увидел одну из этих вещей. Удивительно. В любом случае, я думаю, это был своего рода горько-сладкий момент. Еще одна вещь, кто-то просто спрашивал о ситуации на рынке, и у нас было много дискуссий по этому поводу. Мы поговорим об этом сегодня. Это один из последних вопросов и ответов. Так что определенно поговорим об этом. Но в любом случае, сказав это, я надеюсь, что все хорошо провели время или провели время с семьей и друзьями. Судя по тому, что мы видели, похоже, вы хорошо провели время с 40-летним юбилейным изданием. Я подумал, что было бы интересно поделиться с вами кое-чем. Это довольно интересная статистика. Поэтому мы запустили, очевидно, 1111 год. И с тех пор у нас было почти около 20 миллионов рейсов только на самолетах, посвященных 40-летию. Действительно здорово. Так что лучшим был A310. Не слишком удивительно с точки зрения любых щитов. Отличный самолет, за ним следуют два вертолета. Затем DC-3 из Airplane Heaven получил массу любви и использования, что было замечательно. И тогда, и тогда, даже когда все самолеты летели гладко, вплоть до самого старого, у правильного летчика было действительно отличное взаимодействие. Так что, надеюсь, вы хорошо провели время. Похоже, что так оно и было. И поэтому наша команда, как сказала Джейн, взяла небольшой отпуск, что было здорово. Команда полностью вернулась к работе, очевидно, с нового года. Я где-то читал на форумах, что еженедельные обновления были немного легкими. Это правда, но это остановит это. На этой неделе все просто возобновится, как и в прошлом году. Так что ожидайте, что это вернется на доктор, и ФС будут полностью там. Так что примерно в 2023 году, как я сказал перед перерывом, это должно быть супер круто. Еще один был вчера. Я надеюсь, многие из вас были в полете, и отзывы о полете были отличными. Сотрудничество между рабочим названием и СОБО и сообществом, которое я считал выдающимся. И это действительно привело к чему-то действительно хорошему. Я думаю, что три самолета существенно лучше. Я думаю, что авионика для тех из вас, кто ее пробовал, гораздо более реалистично. Это действительно замечательно. И да, так что это было начало года. И давайте быстро взглянем на нашу дорожную карту. В прошлый раз, когда мы говорили об этом, в самом низу была та, которая уже запущена. А затем следующая вещь, которая появится, это Новая Зеландия. Мы несколько раз переносили ее, в основном из-за пиар-мероприятия, которое мы проводим на самом деле в Новой Зеландии, и я лечу к новозеландским ребятам. Но в любом случае, это 23 числа. Я думаю, что в Новой Зеландии это будет 24. Я думаю, это будет прекрасно. Я хотел сказать, что провел много времени в Новой Зеландии, как виртуально, так и вроде как в новостях. Я искренне сочувствую жителям Окленда в связи с наводнением. Кажется, становится немного лучше, но было рискованно видеть эти машины, плавающие по улицам. Но в любом случае, вот и Новая Зеландия пришла. Мы поговорим об этом через минуту. А потом мы поговорили и о Карибу, и у нас здесь есть разработчик, так что это будет весело. Итак, мы здесь. Я собрал несколько слайдов вместе. 12 мировых обновлений, прекрасный Милфордский звук. Так что давайте немного пройдемся по этому вопросу. Да, я имею в виду, что когда мы говорили об этом в ноябре, таков был план. Новые антенны в них, 4 аэропорта на заказ, 30 пис, 6 городов для фотограмметрии, а затем наш типичный набор задач по посадке, поездки в кусты и полеты на открытие. Мы добавили к этому, возможно, я просто хочу объяснить. Итак, вот плотина. Иногда вам, ребята, нравится на это смотреть. Нам очень повезло, что правительство Новой Зеландии сотрудничало с нами, и прямо перед тем, как нам пришлось блокировать контент, они опубликовали верхнюю часть. Верхнюю часть Северного острова, верхнюю часть Южного острова, и мы интегрировали все эти данные. У нас сейчас тонна территории страны на однометровой плотине. И если вы посмотрите на следующие две фотографии, я просто хотел показать, насколько хорошо это выглядит, и это довольно круто. Это единственное слово, которое у меня есть для этого. Выглядит просто великолепно. Так что это для них. Аэропорты, мы хотели сделать четыре, а затем по размыслях я сказал, не можем ли мы добавить несколько. Поэтому я обратился в НК Simulations, и Джош, это его команда, и его команда сказала да. И поэтому мы сделали несколько, вернее НК сделала несколько для вас, которые выходят с обновлением, а затем Орбекс добавила еще одно. Так что в итоге у нас получилось девять, что я думаю, очень интересно. Вот несколько фотографий. Джен может просто пролистать их. Не смог удержаться, чтобы не сделать снимки. Вот и все. Всем нравятся хорошие фотографии. Это интересно. Да, да. Хорошо. Так вот оно что. А затем интересные моменты. Мы сказали, что заработаем тридцать. Если Джейн, если вы начнете нажимать, значит у вас действительно амбициозные планы. Мы также еще немного поговорили с людьми в Новой Зеландии и выяснили, что для них действительно важно. Поэтому мы добавляли, добавляли и добавляли еще немного. Все это было сделано компанией Орбекс, и в итоге, я думаю, мы получили. Шестьдесят два года. Я хочу сказать, что это правда, но много и действительно крутых. И там есть что-то вроде анимации горнолыжных подъемников, и все такое. И Хольгер и его команда проделали потрясающую работу, вставив детали и действительно сделав так, как прыгают дельфины, и все такое классное. Я вижу, как некоторые люди в чате говорят, что мы едем слишком быстро, но это будет на YouTube, и вы можете нажать кнопку паузы, как только она там появится. Смотреть и делать скриншоты сколько душе угодно. Итак, на фотограмметрии вот Веллингтон. Мы планировали шесть. В итоге получилось семь. Много работы. На самом деле в Гае новая команда помогает нам в редактировании. Помните обновления по Канаде? У нас были некоторые проблемы с мостами, и некоторые издания выглядели не очень потрясающе. Так что теперь у Гае есть команда, которая помогает нам в этом, и они отлично справляются. Так что новозеландские города выглядят на высшем уровне. И в самом конце я не смог устоять. Я поговорил с нашим поставщиком данных Excel и сказал, что мы занимаемся Новой Зеландией. Давайте, нам нужно пролететь на самолете над Хабитоном. Так они и поступили во время рождественских каникул. Мы получили данные очень поздно, но вы знаете, я просто не мог почему-то в какой-то момент, я сказал, что мы не можем отправлять грузы в Новую Зеландию без Хабитона. Это просто ерунда. Так или иначе. Это точно. Итак, у нас есть Хабитон. Это выглядело хорошо. А затем мероприятие, у нас было запланировано девять мероприятий, и в итоге мы сделали десять. Вот небольшая деталь. В первый раз мы добавляем, что действительно приятно, планеры и вертолеты к некоторым из этих вещей. Внесите немного больше разнообразия. Так что вы можете просто пролистать это, Джейн. Опять же команда пришла в восторг. Мы сделали немного больше, чем намеревались. Но я думаю, что упаковка замечательная, и как я уже сказал, выйдет через три недели. Секция. Потрясающе. Спасибо, Йоргу. И в сочетании с тем, что у нас есть. Дан, дан, дан. Местная легенда 8, Дехэваленд Дех-Ц4, Карибу, производство Орбекс. А вот, может быть, его изображение. Да, вот оно. И я думаю, что у нас есть небольшой фрагмент трейлера. Я хотел сегодня немного подразнить вас. Кстати, они еще не совсем закончили. Мы все еще работаем над этим, но вы поймете. Да, вот тизер для Карибу. Карибу. Хорошо. Мне казалось, что я только начинаю, но... Я знаю. Тут есть немного. Лучше. У нас здесь есть фактический руководитель разработки Бен Маклинток. Бен, добро пожаловать на нашу страницу вопросов и ответов разработчиков. Рады вас видеть. И мы рады, потому что вы собираетесь показать нам немного в симуляции того, что у нас здесь происходит. Вы делитесь своим экраном. Мы заглядываем внутрь кабины пилотов. Да, именно так. Итак, у меня есть несколько разных частей Карибу, которые я хочу всем показать. Так что просто немного предыстория Карибу. Это идеальная машина для короткого взлета и посадки. Она впервые поднялась в воздух в 1958 году и поступила на вооружение в 1961 году. Большинство Карибу поступили на военную службу, но некоторые выполняли гражданские миссии. А Карибу служил в королевских ВВС Австралии вплоть до 2009 года, так что просто осмотрев главную панель здесь. Вы действительно можете увидеть уровень детализации, в который мы углубились. Вы можете сказать, что на эту панель за эти годы было нанесено несколько слоев краски. И это относится к некоторым эталонным самолетам, которые у нас были. В центре есть подставка для радиоприемника, которая выдвигается и выдвигается, чтобы помочь пилотам сесть на свое место. Потому что на самом деле от главной кабины довольно далеко, чтобы добраться до места, где сидят пилоты. Некоторые детали о накладных расходах. Чтобы вы могли видеть все кабели, идущие к дроссельной заслонке. На дроссельной заслонке смоделирована фрикционная блокировка, извините, блокировка от порывов ветра. Так что это останавливает полное движение дроссельной заслонки, когда вы находитесь на земле. Если мы очень медленно развернемся сзади, вы сможете увидеть, что у нас есть такие вещи, как панель автоматического выключателя, и мы действительно попытались сделать довольно много из них. Так что просто в качестве примера, если мы немного изменим время на ночное, я включу аккумулятор. И вы также можете видеть, что ночная среда обитания Карибу тоже довольно хороша. Если мы оглянемся назад, в кабину, например, один из автоматических выключателей, это освещение кабины. Так что вы, конечно, можете видеть, что транзит включается и выключается. И пока мы здесь, я думаю, нам следует открыть редкую грузовую дверь. Так что она тоже полностью смоделирована, и процедура довольно проста. Включите главный выключатель грузовой двери. Мы можем начать открывать рампу внизу, а также секцию двери вверху. Мы выйдем наружу и посмотрим на это. Возможно, поставим немного больше света. Итак, небольшая деталь с грузовой дверью, но через несколько секунд вы увидите, как загорается этот 15-градусный свет. Так что это в основном используется, когда они сбрасывают груз с воздуха, как парашютисты или другие десантники. И пройти мимо этого очень просто. Просто используйте метка, названная 15-градусное ограничение, и вы увидите, что свет погаснет, а дверь продолжит опускаться. Итак, бросив быстрый взгляд на кабину здесь, Карибу изначально проектировался как военный грузовой и десантный транспорт, и мы смоделировали кабину со смешанной планировкой. Таким образом, в нем могут поместиться либо 32 солдата с их снаряжением, либо 8 фунтов груза, либо 22 участка. Хорошо, давайте быстро взглянем снаружи самолета. Итак, это одна из семи ливрей, которые мы включили в комплект Карибу. Как и интерьер, экстерьер основан на лазерных сканированиях самолета наряду с тысячами фотографий, которые помогли нашей команде воссоздать его в деталях. Вы можете увидеть лишь некоторые детали, особенно шасси, или если мы заглянем внутрь двигателя, вы увидите, что мы смоделировали множество этих деталей. Я полагаю, что одна из действительно уникальных особенностей Карибу заключается в том, что крыло имеет как ангидральные, так и двугранные компоненты, а также массивные закрылки. Поэтому я быстро запущу двигатели с помощью контролы, но вы также можете воспользоваться контрольным списком или запустить его, щелкнув переключателями. Вы этого не слышите, но звуки действительно очень хорошие. Я начну опускать закрылки, и вы сможете увидеть, что даже элероны являются частью системы закрылков, а внутренние закрылки здесь опускаются до 60 градусов, что является одной из причин, по которой у кору такие хорошие характеристики на низкой скорости. Он глохнет на скорости 5959 узлов, что всего на 10 узлов больше, чем у Cezna 172. И когда вы стоите рядом с авианосцем, вы действительно можете видеть, насколько он высок. Итак, с настоящим эталонным самолетом я стоял здесь и просто думал, вау, он на самом деле довольно большой. Итак, хвостовая часть, общая высота самолета, составляет 31 фут, или чуть меньше 10 метров. Так что, если у нас еще есть немного времени, я бы хотел действительно быстро взлететь, просто чтобы показать короткие полевые характеристики. Я просто быстро закрою двери, потому что было бы неловко, если бы пилот забыл об этом. И мы просто очень быстро вырулим на взлетно-посадочную полосу. Итак, этот аэропорт, аэропорт Шилл-Харбор, где базируется этот конкретный Карибу, один из наших эталонных самолетов. Поэтому мы потратили много времени на то, чтобы правильно подобрать модель полета для Карибу, особенно на малых скоростях. Например, провели так много ручных и автоматических тестов, чтобы убедиться, что он летит как можно ближе. И как только мы выстроимся здесь в линию, мы сможем увидеть, насколько быстро он может взлететь. Так что на моем компьютере я слышу звук. Есть два TwinVos Prat, виднее 2000, каждый двигатель выдает до 1,45 лошадиных сил. Это был быстрый взлет. Чтобы посмотреть, да, это действительно быстро. Есть еще несколько маневров, которые я не буду показывать в потоке, потому что я, скорее всего, разобьюсь. Но пилоты рейл-Карибу на каждом авиасалоне выполняют маневр с тачкой, при котором вы можете опереться на носовую передачу и проехать по взлетно-посадочной полосе только на носовой передаче. Но это же самое забавное, что люди могут попробовать дома. Это так. Это Карибу. Невероятно. Да, очень подробно. Большое вам спасибо, Бен и команда Orbex. Мы очень рады скоро увидеть это в симуляторе. Релиз. Спасибо, что присоединились к нам, Бен, конечно. Похоже, Ча также рад этому, как и мы. И здорово видеть, как это работает в Симе. Над этим было весело работать. Спасибо всем. Потрясающе. Отличная работа. Спасибо вам. Спасибо, Бен. Все в порядке. Так что, имея это в виду, мы перейдем к нашему первому сегменту вопросов и ответов «Все о мире». Итак, у нас здесь есть несколько вопросов, которые мы собрали на форумах. Общайтесь в чате, не стесняйтесь задавать и другие вопросы. Мы собираемся затронуть некоторые вопросы о Новой Зеландии, некоторых по и аэропортах. Мы продолжим и начнем с них. Первый вопрос, который у меня здесь есть, связан с World Update New Zealand. Сделает ли это обновление World сетку Orbex New Zealand избыточной, или вызовет какие-либо конфликты, о которых мы должны знать? Поэтому я бы сказал так. Хольгер из Orbex, который является главным специалистом по геопространству, сделал и то и другое. Так что я почти уверен, что это сработает. И честно говоря, я думаю, что Orbex всегда отлично справляется с нашим продуктом. Так что я не в курсе, что есть какие-то проблемы вообще. К тому же они добавляют классную дополнительную вещь, так что я не предсказываю, что там что-то будет. Потрясающе. Еще один вопрос к форумам. Увидим ли мы какие-либо проблемы с фотограмметрией, которые мы видели в прошлом, например, в Канаде? И да, что вы делаете, чтобы обновленный Пиджей выглядел хорошо, и возможно не более грязно, чем сейчас. Начали? Да, да. Так что Канада была интересной страной. Это был первый раз, когда у нас был предыдущий фотограмметрический город с 2013 года. А затем у нас было новое сканирование с 2020 по 21 год, и некоторые экземпляры на самом деле были не так хороши. Город снова был гораздо точнее, потому что это было примерно, я не знаю, 10 лет спустя или больше. Но такое может случиться. Некоторые из них были, я принял эти отзывы близко к сердцу, не так ли? Я очень близок к этим мировым обновлениям, и меня безмерно потрясло, что там были какие-то несчастья. Поэтому мы сняли Сиэн Тауэр и, я думаю, башню Калгари. Мы их починили. И сейчас прилагаются большие усилия для строительства мостов. Потому что я слышал это, честно говоря, с тех пор, как мы начали, тем из нас, кто летает, нравится летать под мостами, что мосты по сути прочные. Итак, мы определили все мосты, которые необходимо отремонтировать, и команда начала над этим работать. Это довольно большое отставание, вплоть до первого мирового обновления в Японии. Но если говорить о будущем, то в Новой Зеландии, как я уже говорил ранее, у нас есть новая команда, которая действительно хорошо работает над редактированием перед выпуском. И мы также работаем над обновлениями для канадских городов. Например, Калгари только что закончили. Мы могли бы отправить это мгновенно, потому что по сути, оно просто находится на сервере, так что оно появится очень скоро. Несколько других проблем были исправлены, а некоторые все еще нуждаются в доработке, но над этим работают команды. Но в дальнейшем этого не произойдет. Спасибо вам, Йорк. Таким образом, некоторые плой, выпущенные в обновлениях World, будут исчезать на расстоянии, которое иногда короче, чем должно быть. Даже если размер их экрана все еще довольно велик, как Башни Дьявола и Дуврские скалы. Не могли бы вы внести изменения, чтобы они не попадали в поле зрения при вас? Подойдите поближе. Так это как-то связано с управлением ЛОД. Сёп, не хотели бы вы поговорить об этом? Здравствуйте. Да. Так что да, мы можем это обсудить. Так что я думаю, что речь идет скорее о максимальном расстоянии отображения для очень большого объекта, чем о том, как именно переключается журнал. И да, мы рассмотрим это. И в основном у нас есть максимальное расстояние, на котором мы транслируем что угодно. Если я помню, это несколько километров, около 50 километров или что-то в этом роде, но очень большие объекты, такие как гора, могут появляться на этом расстоянии. Мы смотрим на это. Изначально измерительная система действительно была создана для автомобилей, зданий, фонарей, а не для гор. Так что я думаю, именно поэтому она вызывает проблемы. Спасибо. А не задумывались ли вы о том, чтобы настроить или затемнить надписи на достопримечательностях, чтобы сделать их более настраиваемыми, например, в разных цветах? Белый шрифт иногда может быть нечитаемым при светлом небе. Да, мы это уже видели. По крайней мере мы видели обратную связь. И поэтому мы уже проделали некоторую работу, чтобы сделать каждый пользовательский интерфейс настраиваемым, если он на английском языке. И особенно мы приложили некоторые усилия, чтобы некоторые люди, у которых есть какие-то проблемы с сайтом, могли обмануть пользовательский интерфейс. Поэтому я думаю, что нам следует пойти глубже. И именно эта часть пользовательского интерфейса не была обновлена. Поэтому я думаю, что мы должны это сделать, обновить пользовательский интерфейс, чтобы можно было настроить даже Пой. Я имею в виду, что для меня, когда мы говорили об этом, это звучало немного так, как будто у нас есть ударная команда, которая называется G4. Игра для всех, где мы вносим коррективы в цвета шрифтов, размеры шрифтов и тому подобные вещи, чтобы убедиться, что все действительно могут видеть и наслаждайтесь. Похоже, это как-то связано. Так что я думаю, что это хорошая идея, и мы рассмотрим ее. Да. Возвращаясь к фотограмметрии в чате, есть ли какие-нибудь обновления? Является ли Лондон частью фотограмметрии, которая перерабатывается, как упоминалось ранее? Вы действительно хотите, чтобы я говорил о чем-то в будущем? Примерно так, да. Так что по сути Лондон был куплен у компании, которая не является нашим обычным трубопроводом. И на самом деле были некоторые проблемы. В итоге мы сделали кучу Пой, чтобы сделать его приемлемым, но это было не очень здорово. Это немного похоже на конец света. Мы работаем над новым Лондоном, но я пока не совсем уверен, когда мы собираемся его запустить. Хорошо. Кстати, давайте начнем с других вещей. Просто общий набор заявлений, когда люди говорят, эй, а как насчет Польши? В самом начале кто-то сказал что-то о Карибском бассейне. Цель состоит в том, чтобы обновить весь мир. Мы просто ждем, чтобы получить правильные данные, а это может занять время. Иногда это связано с некоторыми правительственными делами, но таково намерение. Так что не беспокойтесь об этом. В какой-то момент мы займемся Польшей. Я еще не совсем уверен, когда именно. Хорошо, спасибо. Хорошо. У нас есть несколько вопросов по аэропорту. Я думаю, что многие из них могут быть адресованы вам, Марсель. Во-первых, во многих аэропортах мира отсутствуют знаки рулежных дорожек, а в других случаях рулежные дорожки, которые там есть, обозначены неправильно. Это может затруднить прием инструкций по такси от УВД, и еще более затруднить использование такой сети, как Ватсом. Есть ли что-то, что мешает исправить это? Так что же мешает, так это отсутствие данных. Поэтому, чтобы получить больше данных, мы собираемся внедрить новый инструмент, который называется внутренний, и я думаю, что это будет окончательное название, World Hub. А World Hub это инструмент, который позволяет людям вносить некоторые изменения в мир, и особенно в аэропорт. Так что в основном каждый, кто видит какие-то расхождения между тем, что у нас есть в сим-карте, и тем, что задумано, должен быть в состоянии сделать это с помощью этого инструмента. Пока этот инструмент находится в стадии тестирования, им будут пользоваться более 50 человек, и если все будет хорошо, им поделится с любым из вас. Мы с нетерпением ждем всемирного хаба. Бета-версия. Следующий вопрос. КТ аэропортов подскажут вам, есть ли у вас два или четыре светофора, находятся ли они с правой или левой стороны, и какое у них освещение захода на посадку. Это часто может быть неправильно в Симе. Откуда МВС получает эти данные? Можно ли что-нибудь сделать, чтобы обновить их в глобальном масштабе? Так что и здесь наблюдается нехватка данных. Не потому, что данных не существует, но пока только единственные данные, которые мы нашли, основаны на графиках. Я имею в виду изображение в формате JPEG или PDF, поэтому нам очень сложно извлечь эту информацию в данные, которые можно использовать внутри сим-карты. Поэтому здесь есть два решения. Если кто-нибудь здесь знает базу данных, которая может быть нам предоставлена, это могло бы помочь нам получить информацию. Мы бы с удовольствием воспользовались этим. И я бы тоже так поступил. Второе решение это всемирный хаб. Как я уже говорил, мы пытаемся раскрыть все, что касается аэропортов, и огни по API будут частью этого. Так что каждый сможет изменить любую неверную информацию, которая у нас есть в игре. Хорошо. А вы знаете, как изначально были добавлены огни по API в сим-карту? Некоторые из этих данных поступили от Elbox, потому что они помогли нам сделать фотографии из базы данных. Поэтому я не знаю точно, сколько аэропортов мы сделали с помощью Air of Excel. Но... 500. Сейчас мы находимся на 12 уровне мирового обновления. Обычно мы делали около 100 обновлений по всему миру, так что это вы можете сделать карту. Но нам нужно посмотреть на нее. Я видел комментарии АСС, так что спасибо за это. Это серьезно, не так ли? Мы просим вас, если вы знаете базы данных, которые могут нам помочь, пожалуйста, дайте нам знать. Мы искали. Да. И если кому-то интересно, как получить эту информацию, вы можете разместить ее на форумах или написать мне в директ на форумах, и я это увижу. Спасибо вам. Все в порядке. Следующий вопрос. Итак, в отчетах Мхтуилтфма пропущенных голосах более 200 с лишним человек, так что Токиман и Стамбул. Когда мы можем ожидать, что эти аэропорты появятся в сим-карте? Да, Стамбул, это большое дело. На самом деле я не знал о том, что он находится в Южной Америке, верно? В Панаме. Не так ли? Да. Так что мы разберемся с этим. Вам всем что-нибудь нужно? Нет. Мы отправили товар в 2020 году. Так что я думаю, в то время мы все еще находились в Турке, и нам нужно это перенести, верно? Это большой узел. Следующий мой вопрос. Придумала ли команда способ сделать так, чтобы в аэропорту не случалось разрывов декораций? Разрывы декораций означают небольшие неровности, которые иногда можно увидеть на взлетно-посадочной полосе, которые могут привести к крушению или остановке вашего самолета. Да, поэтому я знаю, что Синьора Эсса брали в пример, извините. И это было связано с плохим изданием. Так что я думаю, что это будет исправлено в 12-м обновлении сим-карты. И для некоторых других, иногда это также связано с некоторыми проблемами, с которыми мы сталкиваемся при задержках, когда у нас не очень хорошо сварены края. Так что мы также работаем над этим. Но я видел на форумах, что люди жаловались на Аша, и это должно быть исправлено в Стокгольме. Да, так что похоже, все сделано вручную. И глобального решения нет. Пока все идет вручную, да. Хорошо. Спасибо. Будет ли со временем добавлено больше аэропортов ручной работы в регионах мира, для которых уже произошли мировые обновления? Да. Есть ли какие-нибудь новости для аэропортов ручной работы в Центральной Америке, и какие-либо мировые новости для этого региона? Я вроде как уже ответила на этот вопрос. Да. В каком-то смысле. Хорошо, следующий вопрос. Давайте же. В некоторых сторонних аэропортах иногда возникают проблемы. Огромные проблемы возникают после глобального обновления для региона после его выпуска. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы деактивировать или удалить их с рынка, пока они сломаны, а затем повторно активировать, когда они будут исправлены? Я думаю, это моя вина. Я так хочу сказать, просто чтобы сказать, что некоторые из, например, когда аэропорты трезвого микса, все аэропорты трезвые, были сделаны в рамках определенных бюджетов памяти. И когда мы разговариваем с Гайо, Орбекс или другими партнерами, они также придерживаются этих бюджетов памяти. И некоторые из них представляют интерес для аэропортов с платным программным обеспечением. Когда мы получаем пакет объемом 18 гигабайт, мы все смотрим на него так, вау, он довольно большой. Как же это поместится в памяти? Или это просто снижает производительность ПК? Так что я думаю, что есть люди, которые уделяют много внимания дек, а некоторым я скажу, эй, мы можем сделать лучше. Но лучше часто означает больше, а больше часто не так хорошо. И тогда он может рухнуть, не так ли? Так что подобные вещи случаются довольно часто. И действительно ли нам следует отключать его на рынке, это хороший вопрос. Вы имеете в виду, что отключаете его для новых покупок, вот что вы на самом деле говорите. Я думаю, что это в целом справедливый комментарий. И я видел подобные вещи в ветке Биг Моркет Плейс в эти выходные. Я поговорю об этом с командой Моркет Плейс. Нам просто нужно все обсудить. Определенно. Увидим ли мы в будущем крупное видение или двойку нынешних аэропортов класса люкс и премиум класса? В будущем. Да. Но нравится, когда это вроде как вопрос. Да, есть мысль, что мы собираемся обновить все это. Я вернусь к этому немного позже в другом контексте. Так что если вы сможете это понять тогда. Хорошо. Звучит заманчиво. Хорошо, там было много вопросов о мире и аэропортах. Так что спасибо молодежи за ответы на эти вопросы. Мы собираемся перейти к небольшому разделу, чтобы немного поговорить об обновлении сим-карты 12. Верно. Итак, 12-е обновление сим-карты. Прямо сейчас оно назначено на 14-е марта. Мы не на 100% уверены, что попадем в эту дату, но команда прилагает все усилия и сосредоточена на этом. Она снова сосредоточена на стабильности. Поэтому я бы сказал одно из вещей, которую я, вероятно, не говорил ранее, одна из вещей, которая сделала меня действительно счастливым Сао Ван. Заключалось в том, что в основном рабочее название добавило кучу вещей, действительно хороших реалистичных вещей в авионику. И угадайте, что произошло. Это одна из тех вещей, это добавило кучу памяти и хороший капут. И так далее, и это снова спровоцировало расследование памяти. И я думаю, что оно дало несколько действительно замечательных результатов обеим командам, которые затем сотрудничали над тем, чтобы сделать ее действительно более стабильной. А стабильность, это ключевая цель для любого программного обеспечения, в том числе и нашего. Сейчас у него действительно хорошие показатели, но я думаю, что впереди еще немного. Так что у нас есть ударная группа, и мы работаем над стабильностью. И потом кто-то только что спрашивал об этом ранее, когда 12-е обновление сим-карты будет включать два новых языка, корейский и турецкий. Итак, и мы также взяли на себя смелость сказать, давайте исправим все мелкие вещи, которые люди прокомментировали или которые мы нашли в 40-м контенте, а также в предыдущих обновлениях мира. Таким образом, в настоящее время предпринимаются огромные усилия по исправлению, исправлению и полировке вещей. Я помню, как один продюсер, трезвый, сказал, что кто-то сказал, что там 200 упаковок или что-то в этом роде, а это целая тонна. У нас есть большая электронная таблица, которая обновляется каждый день, и вы знаете, но это здорово, что она входит в 12-е обновление сим-карты. А потом кто-то еще спрашивал о ВАСМ, и ВАСМ идет своим чередом. Я говорю это так, все идет своим чередом. Эксбокс. Это же для Эксбокс, верно? Что в основном сложные самолеты теперь могут работать на Эксбокс. Поэтому мы думаем, что в 12-м обновлении сим, а затем в сентябре есть классные вещи. Посмотрите на все это. Да, я имею в виду, что обычно в обновлениях сим есть много улучшений и исправлений, поэтому я рассмотрю лишь некоторые из них для модели боя. Итак, мы получили так много вертолетов. Мы получили много отзывов и запросов. Так что появилось довольно много дополнений к вертолетам. Так что я могу перечислить несколько примеров. Например, у турбин теперь может быть губернатор. Добавлена поддержка отделки двигателя. В файлы добавлено множество констант, которые в основном были жестко закодированы, чтобы люди, которые делают вертолеты, могли их изменять. Так что это большой список улучшений вертолетов. Кроме того, мы добавили, мы увеличили лимит. Я думаю, что об этом просили уже довольно давно. Максимальное количество двигателей. Я думаю, что их было четыре. Четыре? Да. Многие люди просили шесть или восемь. И что же эта работа? Поэтому мы сказали, хорошо, если мы выполняем эту работу, давайте сделаем это только один раз. И поэтому мы увеличили ее до шестнадцати. Это заняло некоторое время, так что она вышла только сейчас. Причина в том, что когда у вас шестнадцать двигателей, и особенно когда вы используете пропеллеры и новый симулятор пропеллера, в котором много поверхностей для каждой лопасти пропеллера. Это просто добавляет массу вещей. И поэтому нам пришлось провести оптимизацию, чтобы уместить все в памяти. И так это сделано. И теперь вы можете увеличить число до шестнадцати. Двигатели. На некоторых самолетах возникла проблема. В устаревшей летной модели уже некоторое время была ошибка. Это тоже будет исправлено. Мы получили много отзывов и сделали много улучшений в планерах на самолетах, а также в термических условиях и турбулентности. Так что да, для планеров, а также просто для улучшения турбулентности и температуры, мы добавили визуализацию в предыдущем обновлении, которая в основном позволяла людям видеть, что происходит в воздухе, и очевидно, просто вызвала много отзывов. Потому что когда я имею в виду турбулентность и туннели, их не видно. Так что это всегда немного субъективно. Теперь появились изображения, люди видели, что происходит. И поэтому мы получили массу отзывов, массу очень полезных отзывов. Я очень благодарен. Все здесь очень довольны всем, что мы получили. Некоторые люди действительно написали очень-очень длинные комментарии, и мы выбрали, я бы сказал, около двадцати разных тем. Так что многие люди говорили одно и то же. И в некоторых из двенадцати случаев из двадцати наблюдается около десяти улучшений. В десяти других, некоторые вещи просто излишни или неправильны, а некоторые мы просто не можем сделать. Вот изображение некоторых из двенадцати турбулентностей. Так что здесь вы можете увидеть некоторые улучшения. Так, например, раньше многое из этого происходило вместе с облаками или без облаков. Таким образом, в основном тепловые потоки образуются, когда горячий воздух поднимается вверх, и по какой-то причине воздух горячий. Потому что солнце нагревает его, или потому что там была парковка, а земля очень горячая, что-то нагревает воздух и поднимается вверх. А когда воздух поднимается достаточно высоко, если он влажный, он достигает предела, когда в основном вода конденсируется и создает облака. Итак, было много отзывов о том, как высоко должна подниматься температура, когда есть облака, когда нет облаков. Должны ли они подниматься выше облаков. И все это было улучшено. Таким образом, здесь вы можете видеть на экране, что термические явления, вызванные высокой температурой, но которые поднимаются недостаточно высоко, больше не вызывают облаков. Так что на самом деле все наоборот, не так ли? Когда нет облаков, температура не поднимается так высоко. И каждое облако, в зависимости от плотности, толщины облака, имеет температуру примерно такую же высокую, насколько высоко поднимается облако. Кроме того, оно выровнено, тепловые показатели лучше выровнены с облаками. Это не всегда идеально-идеально. И вам это нужно. Одна вещь, которую нужно понять, заключается в том, что это всего лишь визуализация, где мы в основном подбрасываем частицы в воздух и позволяем им двигаться. И они оказываются там, где оказываются. Но это не значит, что тепловое излучение прекращается там, где останавливается частица. Поэтому тепловые сигналы должны быть выровнены с облаками. Также произошли улучшения. И когда идет дождь, тепловые сигналы другие. Мы проверили энергию, общая энергия лучше. Так что теперь воздухо поднимается вверх ровно столько же, сколько опускается вниз. Так что все это было улучшено. Одной из важных отзывов была также максимальная тепловая температура. Она была ограничена примерно от 15 сотен до 2000 футов в минуту. Проблема в том, что когда вы были в большом-большом ткуи на пределе, это устраняло все неровности, потому что вы просто всегда были ограничены 2000. Так вот, люди обнаружили, что мы полностью устранили любые ограничения на вертикальный ветер, и поэтому он может подниматься так высоко, как в реальном мире тепловое колебание. Самый высокий показатель, который я зафиксировал, был 9 футов в минуту, а это очень много, и поэтому глобальная интеграция всех этих исправлений еще больше увеличивает турбулентность. И мы знаем, что многие люди, поэтому некоторые люди говорят, что турбулентность это здорово, они суперреалистичны, и многим людям они не нравятся, потому что не сильно раскачивают самолет. Итак, еще одна просьба, которую мы реализовали в некоторых из 12, это возможность контролировать степень турбулентности. Так что здесь вы можете видеть, что в основном мы настроены реалистично. Это предустановка грозы. Я просто передвинул облако вверх, убрал дождь, установил его на 21 июня. Так что по сути это среда с высокой турбулентностью, так что вы можете видеть, как самолет сильно дрожит, пролетая над городом. И вы увидите новое дополнение к меню помощи в пилотировании. Если вы спуститесь до конца, то сможете увидеть турбулентность. Мы установили для нее три уровня, настолько реалистичный, средний и низкий, а я ставлю слишком низко, и вы увидите, что самолет вообще не движется. Так что это не устраняет порывов ветра или термических воздействий. Нам нужно сохранить их, потому что в противном случае вы не сможете летать на планерах или совершать посадки с боковым ветром. Это фильтр нижних частот, который просто удаляет, он замедляет изменения ветра. Все это более стабильно, и поэтому кажется суперстабильным, но вы все равно получаете все погодные условия и условия ветра. Это просто устраняет дрожь при работе, и колодец был тщательно протестирован. Так что это тоже грядет. Аналогичный 12-й рейс скоро состоится. Сегодня действительно была большая дискуссия. Мы пытаемся решить проблему между завершением 12-го обновления. Есть пара вещей. Например, у Хабертона есть пара проблем по сравнению с началом полетов 12-го обновления сим-карты, но это произойдет в течение нескольких недель. У меня бы не было дней, но вероятно это займет несколько недель. Но пожалуйста, присоединяйтесь. Очень полезно видеть вас там и получать ваши отзывы. Это было здорово. Ован добился успеха благодаря всем этим отзывам. Да. Хорошо, большое вам спасибо. Давайте продолжим и перейдем к нашему знаменитому флайеру номер 5. А да. Вы помните этот разговор? Я думаю, нам потребовалось 2-2,5 года, чтобы заключить контракт с Антоном. Вы поняли. И это меня так радует, потому что самолет, честно говоря, просто стоял там и ждал, когда его выпустят. Так что давайте посмотрим на него. Я думаю, там есть небольшая картинка, а затем у нас есть тизер. Да, вот фотография. И мы покажем вам быстрый тизер прямо сейчас. Спасибо. Продолжение следует... Хорошо. Потрясающий тизер. Но у нас есть еще больше, потому что сегодня к нам присоединится специальный гость. У нас есть Андрей Зетт Симюлейшнс, который работал на Денту. Добро пожаловать. Как поживаете? Мы можем это сделать. Да, теперь мы вас слышим. Да. Я разработчик IT-симуляторов. И на самом деле мы работали над этим проектом вместе с Server Studio и Microsoft. Так что да. Поэтому, когда вчера Йок попросил меня рассказать вам о том, что интересно в Лейне, почему мне это нравится. И на самом деле я думаю об этом и могу сказать, что на самом деле это две вещи. Так что главное это его дух. Так что это похоже на белый корпус, белый фюзеляж бушкрафта, буш самолета. Так что вы можете посадить его везде, на гравий, на траву, на что-то в этом роде. И вторая вещь в том, что на самом деле он разделен на множество частей. Речь идет о его технических характеристиках, о решениях, которые они принимают, чтобы он летал, чтобы он летал так хорошо. Например, на этом скриншоте вы можете увидеть много переключателей, там много электрических штучек, на самом деле, может быть вы знаете. Но самолет совершил свой первый полет в 1947 году. Так что это было вполне современно для того времени. Электрические триммеры, электрические закрылки, электрические закрылки. Может быть и хорошо, но, например, электрические угольные закрылки. Так что меняйте таблички на двигателе, когда вам нужно сделать его немного холоднее. Итак, электрические планки, все планки электрические. Так что электродвигатели установлены, например, в рулях направления. Итак, даже в электрических жалюзи радиатора на этом экране вы можете видеть, что они открыты. Так что да. Значит, они тоже электрические. Да. И это единственное. Например, на следующем скриншоте, возможно, показано, что это совершенно уникальная грузовая дверь. Так что это гениальное решение, когда они используют обычную пассажирскую дверь в качестве опоры для грузовой двери. Поэтому я никогда не сталкивался с подобными сценами где-либо еще и на любом другом самолете. Еще одна вещь, о которой я могу рассказать, это, например, сделать так, чтобы он летал так хорошо, заставить его заглохнуть самолет. Сделать его скорость сваливания настолько малой или даже недостижимой, что это сани. Салазки — это такие штуки на передней кромке крыла на каждом крыле. И это они автоматические. И автоматические не из-за электроники, а из-за физики, из-за природы. Таким образом, они автоматически втягиваются из-за потока ветра на малой скорости. Они автоматически поднимаются и заставляют самолет не останавливаться. Это совершенно уникальный самолет. И у этой грузовая дверь, да. Да. Это совершенно уникальный самолет. И на самом деле нам очень многого не хватает в полетах. Ну, что касается самой модели, как и самой модели, я могу сказать, что почти все вещи движутся, прерываются в этой кабине. За исключением, может быть парой двух вещей, которые касаются ограничений платформы, что-то в этом роде. Я уверен, что вы были бы счастливы полететь в таком же самолете. Давай, наконец, как вы сказали, Антонов позволяет нам выпустить его, так что мы этому рады. Здорово. Спасибо вам, Андре. Я как раз заканчиваю последнее видео. Спасибо, что смотрите. Отличные скриншоты. Мы в восторге, и я знаю, что очень многие люди в сообществе, конечно же, постоянно спрашивают о Анту. Так что здорово, что вы включились и говорите об этом. И мы рады, что наконец-то сможем выпустить его в ближайшее время. Так что спасибо вам за то, что присоединились к нам, Андре, и за вашу работу здесь. Спасибо вам. Спасибо вам. Хорошо, мы переходим ко второму этапу вопросов и ответов по поводу миссий. Мы это сделали, мы получили некоторые отзывы, действительно отличные отзывы от миссий сообщества в этом месяце. Так что спасибо вам за участие. Если вы ответили в этих темах, действительно здорово получить представление о том, чем вы удовлетворены, чем вы недовольны, общие пункты списка желаний. Мы получили это как для миссий, так и для локализации в этом году. Так что мы рассмотрим пару вопросов, которые, как я видела, люди задавали здесь, начнем с некоторых вопросов миссии. Я думаю, что этот вопрос для вас, Йорк, чтобы услышать ваши мысли по этому поводу. Они сказали, что я знаю, что МВС – это симулятор и платформа. Но я не думаю, что это означает, что следует пренебрегать игровым элементом или использовать системы или методы, используемые в других играх. Я думаю, что миссии, полоски кустарника и приключения, выполненные хорошо и увлекательно, могли бы понравиться всем, от новичка до закоренелого кипятка. Я бы с удовольствием выслушала ваши мысли по этому поводу. Аминь. Да, я согласен. Как я думаю, мы все, мы все согласны. Честно говоря, в рейсах из десяти были классные вещи. Как будто если вы помните, я до сих пор помню Буша, миссию Буша с пирамидой и все такое прочее. Да, это было частью франшизы. Просто может быть это и не так. Это никогда не было большой частью франшизы, но я думаю, что приключения полета и назначения самолетов, это важная вещь. Так что мы определенно об этом думаем. Я бы просто сказал так. Кстати, я так и хотел. Кто-то только что спросил, когда это произойдет, когда прибудет Ан-2 после ожидания в течение года с лишним. 14 марта. Всякий раз, когда выходит 14-е обновление сим-карты, в тот же день выходит 12-е обновление сим-карты. Это говорит мне о том Андре. Андре хочет видеть ситуацию в ваших руках. Мы просто долго говорили об этом. Но да, миссии, я думаю, миссии, это круто, миссии, это круто, и многое еще предстоит сделать. Как насчет этого? Потрясающе. И я думаю, что одна из лучших отзывов, которые мы получили, это то, что вы знаете, кажется, что людям действительно нравится разнообразие миссий, но это не так. Они перечислили довольно много ошибок или разных неправильных вещей, как будто описания могли бы быть лучше, и они хотели узнать ваше мнение о том, будет ли это улучшено в будущем. Хорошо, и так, некоторые ошибки связаны с самой сим-картой, и это определенно есть в нашей базе ошибок, и это планируется исправить. Некоторые другие, некоторые также связаны с описаниями, это ссылки на саму миссию, издание, которое было сделано партнерами, и поэтому я не могу сказать за них. Но, мы не можем сказать, помните, я сказал, что мы вносим всевозможные исправления в контент за 12 минут, это часть этого. Перфект Флайт выполнила кучу таких миссий. Есть еще несколько человек, которые выполняли миссии, и мы проходим через это. Хорошо, фантастика. Кто-то еще говорит, что мне понравилось представление некоторых старых миссий FS, в которых участвовали актеры озвучки. Увидим ли мы еще такие миссии? Да, я так думаю. Мы довольно часто говорим об этом. Точно ли так же обстоит дело с голосом или нет? Я думаю, что у меня есть некоторые фундаментальные убеждения, такие как миссии FS, они были классными, и я играл в них один раз. А затем я не играл в них, наверное, год или два назад. Вы знаете, я думаю, что что-то немного более надежное было бы неплохо. Но да, я думаю, что все дело в радости и приключениях авиации, в работе в авиации и тому подобном. В какой-то момент мы рассмотрим все это у себя в голове. Еще один вопрос к миссиям. Будет ли сообщество лучше вовлечено в будущее чтение этой темы? Поскольку мы создали эту тему, они считают, что ответ, вероятно, да, но мы... Они говорят, что для конкретных вещей было бы действительно неплохо использовать ресурсы, доступные в сообществе. Там так много опытных авторов миссий. Да. Так вот, в чем дело. Мы действительно искали. Итак, вы знаете, у нас, как вы видели, в некотором смысле произошел ментальный сдвиг, конечно, во мне, но я думаю, что в конечном итоге в продукте мы создаем это. Мы создаем Сима для сообщества, а также частично вместе с сообществом. Именно так я и думаю об этом. Когда вы смотрите на сороковое число, это именно то, что произошло. Особо проделал большую работу над базовым симулятором. Очевидно, что вертолеты-планеры, все эти вещи не произошли бы без них. Но тогда создатели контента могут создавать классные вещи, будь то A310 или BIVA, что угодно. Не так ли? Так что я точно так же отношусь к миссиям. Позвоните нам, мы искренне заинтересованы. Марко из Perfect Flight был замечательным партнером, но в то же время он всего лишь один человек. И в какой-то момент это нас немного ограничивает. У нас есть еще несколько других. Но да, пожалуйста, если вам интересно, мы вернулись. И когда дело дошло до локализации, мы также получили отличные отзывы о некоторых переводах. У нас есть пара вопросов. Будет ли локализация переработана в целом когда-нибудь в будущем? Это то, что вы хотите сделать? Итак, локализация это тема, которая сейчас поднимается постоянно, отчасти потому, что конвейер, который у нас есть, работает немного медленнее, чем мы действительно хотим. Я имею в виду, что мы получаем весь текст, каким бы он ни был, и отправляем его нашему партнеру по журналам, у которого есть переводчики в стране. А у нас их на самом деле нет. В настоящее время это работает. Это действительно безумие. Мы не совсем знаем, когда поступят данные. Это вызывает некоторые проблемы. Как и тогда, когда мы только что сказали об обновлении 12, мы как бы в последний момент и заканчиваем все. Да, не хватает кое-чего из журнала. И при этом мы как бы смотрим друг на друга, как бы спрашивая, должны ли мы отправить без этого. И в прошлый раз, когда мы задавали вам, ребята, этот вопрос о журнале и торговой площадке, это был громкий ответ, и мы действовали в соответствии с ним. Поэтому я серьезно смотрю на то, действительно ли мы хотим оказаться в таком положении. И я бы также сказал так. Так, авиация, как давным-давно, давным-давно, я работал в ИИ, и знаете ли, с истребителями в МС США и все такое. Локализация для самолетов это сложно, потому что, если переводчик понятия не имеет о технологии, лежащей в ее основе, они пишут всякие безумные вещи. И поэтому нам нужно понимание локализации, понимание авиации в нашем конвейере локализации. И это, я думаю, голые кости. Так что я знаю, что может быть вы, ребята, думаете об этом как олегавый, но если бы вы могли нам помочь, это было бы здорово. Я бы с удовольствием отправил сообщение перед выпуском, чтобы убедиться в их точности. Или если вы хотите, просто напишите нам об ошибках, потому что дело в том, что мы не говорим на этих языках. И, мы надеемся, что переводчик выполнил свою работу, а мы на самом деле не знаем. У нас нет способа проверить это, потому что мы не из таких стран, как, например, я не говорю по-португальски. Я не знаю, говорит ли кто-нибудь еще. Так что мы немного понимаем по-португальски, если это неправильно, так что подумайте об этом именно так. Мы смотрим на это, вероятно, именно из-за того, что, по вашему мнению, нам нужно улучшить, не так ли? Некоторые вещи действительно некачественные. Так что, пожалуйста, помогите нам. Да, и вы знаете, на форумах уже были допущены некоторые ошибки для некоторых приложений, так что спасибо тем, кто уже отправил их. И мы ценим это, и, надеюсь, мы будем продолжать получать их больше. И я думаю, что было бы интересным решением посмотреть, сможет ли когда-нибудь заставить людей летать с грузом, который может быть интересным. Прекрасно, так что скоро у нас будут еще вопросы и ответы, но у нас есть кое-что, к чему я бы с удовольствием приступила прямо сейчас. Начните с этого. Да, так что это сюрприз. Посмотрите на меня. Сюрприз, точка, точка, точка. Какие-нибудь сборки, что? А потом нам нужна фотография. Все в порядке. Эй, узнаете это? Да, хорошо. У нас есть для вас небольшой тизер. Мы знаем, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо. Теперь мы должны выбрать Джейн. У нас был действительно большой сюрприз, а затем у нас есть сюрприз поменьше, но вы хотите сделать это прямо сейчас? Я думаю, мы должны это сделать. Да, давайте сделаем это прямо сейчас. Да. Йорк, если вы хотите представить это, то я сыграю все. Мы же говорили об этом год назад. Было очень обидно, когда самолет был уничтожен. И мы, я помню, говорили, что собираемся переделать это в цифровом пространстве, но нам нужна помощь, не так ли? У нас не было большого понимания или нет никаких рекомендаций. Вы не могли бы отсканировать его и все такое. Итак, во всех наших усилиях по проработке всего с Антоновым, они были очень, очень полезны до такой степени, что да, я думаю, у нас есть видео, которое можно показать. С чего нам начать эту работу? Это импровизация, ребята. Как и мы. Был шанс, что будет живое выступление. Есть живое выступление, но в любом случае, давайте, может быть, просто снимем видео. Что вы думаете? Я просто скину видео. Давайте говорить сами за себя. Поехали. Дорогие друзья, я Митрий Антонов, командир самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мария». Я летаю на этом самолете уже более 25 лет, и мне удалось облететь на этом самолете почти весь земной шар. Мы доставили сотни тысяч тонн грузов для людей по всему миру, особенно во время пандемии COVID-19. Однако в феврале 2022 года война пришла на нашу родную землю. Украина пережила жестокое вторжение и разрушение со стороны российских оккупантов. Это включает в себя нападение на Гастон, наш аэродром и базу базирования Ан-225. Брия, самый большой в мире самолет, жернов в истории мировой авиации, символ силы и творчества украинского народа, был значительно поврежден. МВД означает «мечту в Украине», и «мечту нельзя разрушить». Мы искренне благодарны всем, кто помог нам восстановить этого славного гиганта. Компания Майкрософт обратилась к компании Антонов с инициативой пока виртуально возродить Ан-225. Компания Антония благодарна за помощь в реализации этой идеи. Сегодня я рад приветствовать вас на борту крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 Рия. Меня часто спрашивают, отличается ли такое необычное управление самолетом от пилотирования небольших машин. Особых различий во время полета нет. Однако экипаж Ан-225 довольно большой. Обычно она состоит из шести-восьми специалистов, каждый из которых выполняет свою функцию. Благодаря этой команде работает как единый неделимый механизм. Главное отличие в управлении Марией заметно при выруливании на рулежной дорожке и совершении поворотов на рулежных дорожках или взлетно-посадочных полосах. В конце концов, нужно знать, что кабина пилота высотой с четырехэтажный дом и при развороте нужно учитывать размах крыльев в 88,4 метра. Это футбольное поле. Однако, спасибо разработчику шасси, эта машина может заставить вас развернуться на участке шириной всего 56 метров. Но, конечно, есть вопросы обучения и использования накопленного опыта. Спасибо команде Майкрософт, у нас с Миколигом была возможность протестировать симулятор полета Майкрософт на самолете Ан-225. Я могу с уверенностью сказать, что у вас все получится. Я искренне желаю вам насладиться чудесным, уникальным ощущением высоты, когда она у вас в руках и оживает мощная, неудивительная птица, которая чувствует себя такой красивой, легкой и элегантной в небе. Чувствуйте себя свободно, как муха. Будьте храбры, как Украина. Мария идет. Давайте вместе возродим мечту. Хорошо, я не знаю, продолжаю ли я, но... Да. Я не часто нервничаю, вы знаете, когда я встречаюсь с людьми, я встречаю много-много важных людей, но я разговаривал с ним на днях. Чувак, этот парень легенда. Для меня это такая честь, и поэтому он пытался быть здесь сегодня, но я думаю, что в данный момент он летит. Но я думаю, что у нас есть кто-то, кто может поговорить об этом с точки зрения Антонова. Джейн, у нас это есть? Я знаю. Добро пожаловать, Пабло. Рада, что вы можете присоединиться к нам сегодня. Привет, меня зовут Пабло Храчев, и я здесь, чтобы поприветствовать всех вас от имени компании Антонов. К сожалению, мистер Антонов сейчас находится на задании, но я действительно рад, что меня приветствуют в таком теплом и полном энтузиазма сообществе. Компания Антонов раньше не была представлена в Microsoft Simulator, в основном из-за того, что мы традиционно закрыты для интернет-сообщества. И тем не менее, во время войны и при всей помощи и поддержке всего мира, мы стали намного более открытыми. И я верю, что вы увидите гораздо больше сюрпризов в Microsoft Flight Simulator в результате нашего нового партнерства. Я надеюсь, вам понравится летать самолетами. Потрясающе. Большое вам спасибо. Мне было очень приятно. Теперь у нас есть кто-то из Ай. Один. Биллс. Кэмерон, вы здесь? Привет, да, я здесь. Круто. Что же, удивительно иметь возможность работать над самолетом Антонов-225. Я имею в виду, что это, вероятно, один из самых легендарных самолетов в мире, и мы смогли перенести его в симулятор. И это, как люди только что говорили, такой уникальный опыт. Поэтому я начну с осмотра полетной палубы и просто попытаюсь дать вам представление о масштабе. Масштаб самолета просто невероятный. Так что, если я просто начну поворачиваться задом наперед, увидеть капитана, сидящего на месте первого офицера. И, очевидно, обычно на этом мы заканчиваем. Но на самом деле у нас здесь есть панель инженера, которая немного впечатляет. Это 90-хусная панель, уникальная для 225 по сравнению с Разла. У нас здесь есть несколько приборов для двигателя, а также специальная станция инженера-электрика. Это действительно дает вам представление о сложности самолета, где работа одного человека заключалась только в том, чтобы управлять электрической системой, что довольно удивительно. Если я затем переберусь на другую сторону, то у нас здесь будет штурманская станция и радист. Часто забывают, как говорится, о радисте, но у него важная работа. Если я просто повернусь назад, в заднюю часть самолета, вы начнете по-настоящему видеть размеры этой полетной палубы. Это просто впечатляет, когда вы видите ее вот так. Мы также смогли смоделировать подобную зону заднего пассажира. Поэтому мы возвращаемся сюда, и именно здесь будет отдыхать экипаж. На самом деле это кровати, которые опускаются в полете. Так что вот здесь вы можете отдохнуть, здесь и здесь. И они чем-то напоминают довольно много подобных поперечных скамеек и тому подобных вещей. И что мы сейчас собираемся сделать, так это то, что я просто спущусь вниз в самолете. Таким образом, это секция самолета, единственная часть, которая находится под давлением. И так эта дверь выглядит довольно прочной потому, что на самом деле она должна удерживать давление в полете. Но на самом деле мы можем спуститься по лестнице прямо сюда и взглянуть на огромный грузовой отсек. Одна вещь, которую я обычно делаю, когда нахожусь здесь, и это довольно забавно, это то, что я как бы заканчиваю камеру здесь. Потому что мне кажется, что это ваш естественный рост головы, потому что она такая большая. Но на самом деле это примерно здесь, что довольно удивительно, когда вы просто видите масштаб этого самолета. Это довольно невероятно. Вот этот этаж. Вы могли бы увидеть, что он вроде как, вы видели это в трейлере, очень-очень хорошо проиллюстрирован. У него забавный цвет. Когда я увидел это в первый раз, я подумал, это выглядит неправильно. Это выглядит немного странно. И это потому, что это твердый титан, который довольно впечатляет. Что весь этот пол может выдержать полезную нагрузку до 255 килограммов. Что, безусловно, является самой тяжелой нагрузкой, которую принимает любой самолет. Это почти на 100 тонн больше, чем второе место по высоте, что дает вам представление о том, где мы находимся с точки зрения веса. Поэтому я просто быстро перейду к виду снаружи. Я убедился, что еще раз откалибровал это. Это своего рода высота головы для самолета. Так что это то, что вы увидели бы, если бы подошли к самолету 225 во время прогулки. И вы видите, что мы действительно очень постарались запечатлеть здесь изрядную часть деталей. У вас здесь сбоку есть трубки Пита, угол атаки и ливрея Антонова. Спереди у него очень уникальное двойное пугало. Я знаю, что многие люди спрашивают, какой в этом смысл. На это есть две причины. Причина номер один — распределить вес самолета, потому что все аэропорты в мире не рассчитаны специально на такой вес, поэтому они должны распределить его по всем направлениям. Так вот, почему они положили их сюда. И это позволяет использовать уникальную функцию опускания на колени, которую мы вскоре рассмотрим. Если я просто быстро вернусь сюда, вы сможете увидеть три двигателя, то есть в общей сложности шесть двигателей. Это двигатели Motor CHD18, действительно мощные, тяга 51 фунт каждый. Что, если вы пытаетесь придумать эквивалент, примерно такое же, как у двигателя CF-6. Таким образом, в A310 — это похоже на шесть двигателей от A310, плюс немного больше, что довольно впечатляет. С шасси здесь у вас очень уникальное шасси от RIA. Это эти задние три, которые также очень красиво проиллюстрированы в трейлере. Они действительно управляют автомобилем. Так что, если вы передвинете носовое колесо вправо, они будут поворачивать влево в противоположном смысле. И это обеспечивает правильную управляемость на земле. И это было нечто во время разработки. В первый раз, когда я попытался вырулить самолетом, я подумал, боже, это действительно трудно выруливать, это кажется неправильным. И это потому, что в летной модели у нас не было настройки рулевого управления задними колесами. И когда вы устанавливаете это в летной модели, это на самом деле так, это неплохо. На самом деле он довольно маневренен, если бы и до конца честным для своих размеров, потому что на самом деле это просто чистый, абсолютный масштаб самолета. Я просто перейду к кончику крыла, чтобы дать вам представление о том, насколько велик этот самолет. Это такой монстр. Это потрясающе. Итак, одна вещь, которую мы смогли сохранить в самолете в качестве дань и уважения, а также важной части самолета, это табличка с данными. Теперь табличка с данными есть на каждом отдельном самолете, а также на каждом самолете Антонова. Я просто попробую подойти немного ближе, и вы сможете увидеть, что на этом изображена вся информация с самолета, и она будет нанесена на нумерию, они сказали, и она сохранилась. И мы воспроизвели ее здесь, на самолете. Здесь у нас ВСУ. Вы могли заметить, что я сказал ВСУ? У нас их два. На Антонове все большое. Там всего больше. У него больше аккумуляторов, больше двигателей, больше всего остального. И так по одному с каждой стороны. И это тоже на уровне земли, что необычно, но в этом есть смысл, потому что они стараются перенести вес как можно дальше вперед. На хвосте это очень уникально. У нас есть хвост с двойной стрелой. Так что по сути, вместо того, чтобы иметь одинарный плавник, у нас он с обеих сторон вот так, и посередине нет тонкого плавника. Я обойду вокруг этой стороны, и мы вскоре вернемся в кабину пилотов, потому что с этой стороны происходит почти то же самое. Так что позвольте мне просто быстро запрыгнуть обратно, и быстро подняться наверх, что действительно займет некоторое время. Требуется некоторое время, чтобы добраться куда угодно. Так что я просто просовываю голову обратно сюда. Погрузку груза мы сейчас рассмотрим, так что мне нужно включить питание с самолета. Итак, вот у нас есть аккумуляторы. Как я уже сказал, в Антонове всего больше. Там пять батарей, так что мы собираемся перевести их в автоматическое положение, и это соединит все пять батарей с самолетом. Просто включите трансформаторы, и вы, вероятно, начнете понимать, почему это чья-то работа. Это красиво, это довольно сложно, и я собираюсь быстро запустить вспомогательный энергоблок. Итак, одна вещь, которую мы сделали, чтобы попытаться сделать это немного проще в использовании для людей. Если вы заметили, что все всплывающие подсказки, очевидно, будут на локализованном языке, и все, что не похоже на подсветку указателя, вы можете переключаться между русским и английским языками, так что вы можете получить его в оригинале или на английском языке, чтобы вы действительно могли видеть, что происходит с самолетом. Так что я просто начну это прямо сейчас, и тоже вернусь вперед. Пока это происходит, я начну пытаться показать то, что у нас здесь есть, а именно раздел полезной нагрузки. Таким образом, у нас есть различные варианты полезной нагрузки, которые вы можете загрузить здесь, и на вкладках общей конфигурации мы можем выбрать разные вещи для загрузки. Итак, у нас есть пожарные машины, и это грузы, которые обычно перевозили М124-225. И если вы загружаете это, это фактически добавляет реальный вес самолету, что довольно круто. У нас есть вертолеты, у нас есть котел. Это самый тяжелый груз. Это само по себе 183 килограмма, и они перевозят довольно много всего этого. И я сейчас начну открывать главную дверь. Я просто быстро выпрыгну наружу. Теперь, что касается грузовой двери, если бы у меня это было в режиме реального времени, это заняло бы около 6 минут. Что, я думаю, составило бы, вероятно, все время, которое у нас есть. Поэтому у нас есть опция Web, которая делает это быстро, а именно этот режим здесь. И у нас также есть опция, которая делает это в режиме реального времени. Так что, если вы хотите, вы можете сделать это в любом случае, но на данный момент это быстрый режим. Последовательность действий выглядит следующим образом. Передняя дверь поднимается, и вы действительно можете, если вы видите здесь, это довольно интересно. Вы видите эти маленькие, мы называем их ушами. Я не знаю, как они на самом деле называются, но они как бы выдвигаются, чтобы дверь могла полностью откинуться назад, как это происходит здесь. А затем следующее, что мы ожидаем сделать, это то, что эти маленькие ножки опустятся, а затем дверь опустится, и мы загрузим груз внутрь. И я, вероятно, говорил бы слишком долго. Я мог бы говорить об этом самолете несколько дней, так что вам придется остановить меня. Я уверена, что люди будут слушать вас несколько дней. Да. Я могу продолжать рассказывать об этом самолете. Это абсолютно верно. Это такой интересный самолет, с которым можно работать, потому что есть такие вещи, знаете, когда вы смотрите на Boeing, Aerobus, или все эти разные самолеты, вы думаете, о да, они делают это вот так, но в Антонове все сделано немного по-другому. Это не значит, что это неправильно, просто все по-другому. А потом вы начинаете учиться, вы говорите, о, это интересно. Хорошо, в этом действительно есть смысл. Вот и все, можете начинать. Вы слышите, как включается гидравлический насос, и теперь весь самолет начинает наклоняться вперед, а главная передача опускается спереди. И вы можете как бы начать видеть, что это происходит вот так прямо сейчас, а затем Panda Score опустится. Как будто они говорили, что вы находитесь на высоте четырех этажей, когда вы руливаете на этом самолете, но когда вы находитесь здесь, в кабине, вы фактически полностью закрыты носом. Что довольно интересно. Мы ожидаем, что это скоро прекратится, и тогда таран должен начать опускаться. Но их много. Извините, продолжайте. О, кто-то спрашивал о звуке. У него потрясающий звук, но вы просто не услышите его на сегодняшней презентации. О, извините, да. Звуки. Мы также во многом позаимствовали их из реальных ссылок. Так что вы можете. Есть звуки дверей, есть звуки гидравлического насоса, есть звуки для ВСУ. Там есть все, и это все, что вы знаете. Действительно хорошая, аутентичная запись. Потрясающе. Теперь вы можете видеть, как поднимается трап, и мы сможем быстро запрыгнуть обратно в кабину, если я сделаю это сейчас и просто снова опущу камеру. Поэтому я быстро выберу полезную нагрузку. Давайте, к примеру, поедем на поезде. И если мы сейчас выйдем на вид снаружи, вы действительно сможете увидеть, что это значит, если я загружу груз сейчас, извините, на пожарные машины. Я думаю, что, возможно, я сделал здесь что-то немного не так. Извините за это. Позвольте мне просто выбрать полезную нагрузку, загрузите это сюда. Я вижу пару замечательных вопросов. Мы ответим на них как можно скорее. Да, нет. Продолжайте задавать вопросы вслух. Я пройдусь по ним. Да. Кто-то задается вопросом точно так же, как появилась расширенная версия для i310. Будет ли расширенная версия для N225? Насколько я понимаю, это будет всего лишь один пакет, который вы видите здесь. Так что это то, что мы будем предлагать на каждой платформе. Хорошо, приятно. Я думаю, что, наверное, в этом все дело на самом деле. Я могу попробовать сделать это немного ночью, и мы. Мы просто покажем вам атмосферу кокпита, которая у нас здесь есть, и это действительно здорово, потому что это такое большое рабочее пространство. Здесь можно поставить что-то вроде лампы, и мне очень нравится ставить сюда настольную лампу, и вы можете просто сидеть там, оглядываться назад, и это похоже на мобильный офис. Это здорово. Это феноменально. Кэмерон, большое вам спасибо за эту экскурсию. Не беспокойтесь. Действительно невероятная работа ее и команды I-9 Builds. Задолго до того, как вы снимете Кэмерона, хотите ли вы узнать историю о себе? Встреча? Безусловно. Да, мы смогли спуститься и встретиться с Дмитрием, и мы смогли показать, что мы также смогли показать им самолет. Таким образом, мы смогли получить обратную связь от того, что они думали, что вы знаете, увидев самолет, им действительно понравился самолет. Потому что это одна из тех вещей, когда увидеть его снова в симуляторе, это знаете ли что-то еще? И всегда здорово иметь возможность получать обратную связь от людей. Всего несколько человек летали на этом самолете в реальной жизни, и мы смогли встретиться с ними, пообщаться с ними, и получить обратную связь напрямую, что было. Я имею в виду, как вы уже говорили, он легенда, а встреча с легендой, это всегда отличный день. Все в порядке. А потом вентиляторы работают? Вентиляторы, у них есть отличный вопрос, и они работают. Так что давайте посмотрим. Еще у него очень приятная анимация, если я могу добавить. Так что управление вентилятором находится здесь, наверху. Итак, это вентилятор со стороны капитана, и я просто сделаю его немного ярче, чтобы мы действительно могли видеть, как он работает немного лучше. Вот и мы. Так что если вентиляторы действительно работают, и вы можете их развернуть. Это так. А-а-а. Отличное дополнение. Да. Вот и все. Хорошо. Супер. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Вы оба, Антонина, за помощь. Это было здорово, и мы уже близки к этому. Итак, есть пара вопросов, на которые я хотел бы ответить, в основном о дате, призе и тому подобных вещах. Итак, когда все это произошло около года назад, помните, мы провели распродажу на рынке, где часть выручки пошла на помощь конкретной организации в Украине. Чтобы помочь, я думаю, семьям и детям в этом конкретном случае. В данном случае мы были полны решимости помочь сделать что-то для Марии, а это значит либо восстановить Марию, либо почтить память Марии. И то, как мы собираемся это сделать, заключается в том, что мы планируем пожертвовать деньги. Так что это оплачиваемый план работы. Я должен сказать, что это 20 долларов, или 1990 год, или что-то в этом роде. И мы возьмем ноль денег. Мы отправим все в Украину. План состоит в том, чтобы отправить это Антонову, и Антонов возьмет на себя обязательство использовать эти деньги для восстановления Марии. Таков текущий план. Он не заблокирован на 100%. Похоже, документы не совсем высохли, чернила и все такое. Но таково было намерение. И это заставило бы меня очень гордиться, потому что это сохранение. Мы всегда говорим, что цифровое сохранение, это здорово и все такое. В этом случае мы действительно можем что-то сделать с реальным миром. Так что давайте просто сделаем это. Фантастика. Большое вам спасибо. А да, и еще. Дата отправки. Да. Да. Дата отправки. Да. Значит, кто-то умный сказал что-то о тепле. Это правда. Значит, в этом самолете есть тепло, что ставит его в интересную ситуацию. Поэтому мы хотим запустить самолет в годичную годовщину его уничтожения в реальном мире, то есть 27 февраля. Но это Вазом, и это посылка. Таким образом, версия для Xbox, к сожалению, не будет доступна до марта для 12-го обновления сим-карты, когда бы точно она не поступила. Так что мы вроде как думаем, черт возьми, нам стоит подождать появление Xbox или просто отправить ее на ПК. Я чувствую, что мы должны почтить ее память, выпустив в тот же день, 27-го, и тогда мы это сделаем. Вы получите версию для Xbox, когда будет завершено 12-е обновление сим-карты. Таков текущий план. Хорошо. Приятно это знать. Спасибо, что прояснили этот вопрос. Я ценю это. Так что после этого объявления у нас здесь есть наша обновленная дорожная карта. А, да. Так что я просто заполнил кое-какие документы. Вы увидите. Это интересно. Итак, когда мы встречались в ноябре, у нас был Эйтер в марте, и он был перенесен на апрель просто потому, что почти неожиданно у нас появились Эт и два Антонова на март. И это очень хорошо вписывается в это. И вам пора. Как видите, сейчас у нас явно грядут мировые обновления. Антонов перешел в первый слот, то есть 14-го марта. Эйтер перешел в следующий слот, который, кстати, станет следующим мировым обновлением в апреле. А затем прибудет Мария, я думаю, 27-го февраля. Но я прочитаю чат после того, как все это будет сделано, чтобы узнать, что вы, ребята, подумали. Хорошо. Прекрасно. И на этом мы зададим наши заключительные вопросы и ответы. Это был отличный поток. Так что не стесняйтесь задавать вопросы, но для начала мы немного поговорим об отзывах, поступивших за последнюю неделю или около того в социальных сетях. И на форумах о торговой площадке и партнерской программе торговой площадки ИТ. Д. Так это вы. Я передам это вам, чтобы вы могли поговорить об этом. О, у вас нет вопросов. Хорошо. Итак, я получил три разных электронных письма, так что это определенно сработало. Угроза была эффективной в том смысле, что я получил несколько электронных писем от нескольких участников сообщества, в которых говорилось, эй, вам нужно это прочитать. Поэтому я потратил много времени на чтение всего, включая некоторые старые угрозы. И я просто хочу поговорить об этом сегодня. Но я думаю, было бы лучше Джейн, если бы у вас их было немного. Я не уверен, есть ли у нас какие-либо вопросы. Я могу просто болтать дальше. Да, у меня есть несколько вопросов. И я уверена, что у чата тоже есть. Так что не стесняйтесь задавать их и в чате. Итак, первый вопрос здесь, основываясь на отзывах, кто-то сказал, будет ли усовершенствованный способ сообщить о чьем-либо статусе в партнерской программе Marketplace. Скажем, если прошло несколько месяцев или лет, не зная, правильно ли они поступили, будут ли они когда-нибудь приняты или нет. Да, я это читал. И я прочитал о прозрачности, которая попала в цель, сразу же попала в цель, потому что я действительно стараюсь быть максимально прозрачным. За исключением, может быть, некоторых сюрпризов, просто пытаюсь иногда удивлять и радовать. И с Эн Оу, например, мне все было супер ясно, что мы собираемся закончить работу к 27 февраля и все такое. Но в целом я думаю, у нас должна быть политика максимальной прозрачности. Так что я видел некоторые подобные вещи в этой теме, где люди спрашивали, эй, вы можете показать нам, где что находится. И я думаю, что это совершенно справедливо. Так что это уже что-то. Итак, мы потратили некоторое время, менеджер микроплощадки, бизнес-менеджер, и я потратили немного времени на этой неделе. Мы собираемся потратить еще немного времени на изучение специфики и того, что мы действительно можем сделать. Но мне нравится идея быть прозрачным. Я не знаю, нужно ли нам получать разрешение от всех, вы знаете людей, которые отправляют материалы, но я имею в виду, что мы будем работать над этим. Но в любом случае, поверьте мне, когда я говорю, что прозрачность это то, что для меня очень важно. Так что я постараюсь. Мы постараемся. Круто. Мы рады видеть обновление по этому вопросу в течение года. Еще один вопрос из темы был, может ли независимый разработчик надеяться когда-нибудь быть принятым на рынке? Да. В этом нет никаких сомнений. На самом деле это совсем не зависит от размера. Это не имеет к этому никакого отношения. Да. В том же духе, были ли какие-нибудь виды продуктов, на которые вы обращаете внимание, принимая новых партнеров, в отличие от других типов? Так что, по правде говоря, есть немного. Поэтому у меня есть эта огромная электронная таблица. Так что давайте поговорим о процессе. Джузеппе знает об этом. Поэтому я читаю посты Джузеппе каждый день. Джузеппе сейчас в Текрэпто, кстати, если вы не следите за ним, но я люблю этого человека. Он супер-супер увлечен и очень помогает, потому что у него есть что-то вроде списка всех пользователей Facebook и бла-бла-бла. И я трачу кучу времени на то, чтобы посмотреть, что люди на самом деле делают. Иногда они посылают мне пинг, но Джузеппе проделывает потрясающую работу, резюмируя это. И я также рассматриваю этот МФ как дополнение, а также ФС Элит и кучу других сайтов. И из этого получается совокупная сумма. О чем люди говорили в какой-либо форме или форме. А потом некоторые люди вообще не говорят об этом публично и просто присылают нам материалы. И вам, кстати, я выкладываю это каждую неделю в обновлении разработки. Я всегда говорю необъявленные вещи. Я не знаю, смотрели ли вы когда-нибудь на это, но под каждой категорией есть раздел с надписью «Необъявленные». Это то, о чем пока просто нет публичного упоминания, но они предупреждают нас о том, что это произойдет. Но в любом случае, вот эта вещь, я думаю, сейчас она насчитывает пять тысяч, пять тысяч наименований или что-то в этом роде. И я не ищу таких вещей, как, например, когда СЕП и команда работали над вертолетами. Да, меня в течение нескольких лет подкалывали люди, которые делают вертолеты, и они всегда говорили одно и то же. Эй, когда на самом деле прибудет вертолетная поддержка, чтобы управлять ими. Поэтому я поставил некоторых из этих людей в известность как можно раньше. А потом мы пытались вывести эти вертолеты на рынок. Да. Или, например, одобрить заявки этих людей. Да. Потому что это было уместно и своевременно. Так что происходит небольшая расстановка приоритетов. Самолеты, очевидно, очень важны. А затем следуют другие вещи. У нас есть что-то вроде списка вещей, которые, по нашему мнению, нужны сообществу, и мы действительно уделяем этому внимание. Так что есть определенный приоритет. Хорошо, здорово. Как, по-вашему, выглядит будущее рынка? Я думаю, что это должен быть лучший рынок, которому все могут доверять. Так что, несмотря на все это, некоторые из вас, возможно, знают, что у нас небольшая проблема со взломом в сообществе Flight Sim. Там кое-что плавает вокруг. И это в основном облом для сторонних разработчиков, потому что они вкладывают в эти вещи свое сердце и душу, а потом их просто забирают. Так что нам нравится, я думаю, наш магазин должен быть а, очень дружелюбным к покупателям, б, очень дружелюбным к третьим лицам. Поэтому коммуникация должна быть отличной. И это должно быть просто отличное обслуживание, а это значит, что есть куча вещей, которые я видел в теме, и, безусловно, все они беспокоят меня так же сильно, как и вас. Поверьте мне. Например, когда я думаю, что обновления идут не так быстро, как могли бы быть, я задаю вопросы, почему это так? Что мы можем с этим поделать? И мы пытаемся сделать это быстрее, честно говоря, потому что я думаю, что это одна вещь, я думаю, что некоторые из вас в чате определенно говорили об этом. Если вы разработчик, работаете над самолетом и просто размещаете его на своем веб-сайте, потому что у вас есть обновление, которое вы только что скомпилировали накануне вечером. Это очень быстрый способ. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем по-настоящему конкурировать с этим. Это похоже на то, что я делал компьютерные игры в 90-е годы и все такое. Да, я имею в виду, что это всегда был самый простой способ, но вы могли достучаться до каждого. Но это совершенно законный способ выпустить свой продукт. Для нас это займет всего несколько дней. Сейчас в нашем случае иногда это занимает несколько недель, а иногда и больше, и это нехорошо. Так что по-настоящему, по-настоящему наведите здесь порядок. И у нас есть кое-какие планы. Итак, мы говорили об этом отставании миллион раз, и я знаю, что никто не хочет это слышать. Я бы сказал, что единственное место, где мы действительно нанимаем сотрудников на нашу сторону, так что Microsoft это Marketplace. Поэтому мы нанимаем разработчиков, мы нанимаем дополнительных PM. Мы наняли себе больше помощников. Но в данном случае, я думаю, подавляющее количество контента просто ошеломляет. Мы на третьем месте, дополнение или что-то в этом роде. И до сих пор мы брали на себя смелость протестировать все самостоятельно. И это значит, просто подумайте о трех тысячах вещах. Есть только столько людей, которых мы можем бросить на это. Так что я думаю, что мы действительно серьезно думаем о том, чтобы в основном открыть то, что разработчики оспаривали сами в конкретном безопасном методе. Команда работает над этим. И я думаю, что это очень поможет. И мы буквально просто выпустим его. Например, и если что-то не работает, вы знаете, я думаю, что эффект удара заключается в том, что вы можете. Вы знаете, вы, конечно, можете написать нам электронное письмо и пожаловаться на это, но вы знаете, мы возлагаем ответственность на разработчиков, чтобы убедиться, что их продукт работает правильно. Так что это обсуждается и вроде как находится в стадии разработки. Но я думаю, что это единственный путь вперед, потому что я думаю о будущем, как думаю о будущем, например, о вещах в магазине. Это становится. Становится несостоятельным. Как будто Amazon не тестирует все, что есть на Amazon. Это не так. Да? Но мы пытались, и я думаю, что в какой-то степени это задержало события. Это похоже на то, что было на прошлой неделе. На прошлой неделе. Когда мы разговаривали в последний раз, я спросил, эй, нам стоит подождать Лока? Вы все сказали нет. И мы сразу же перестали это делать. У нас есть кое-какие планы. Я сказал, я прочитал кое-что, я думаю, Вилга, которая поступила, и честно говоря, на самом деле разработчик прислал мне бесплатную версию. Так что я летал на ней, и я подумал, боже, почему этой штуки нет в магазине? И это было вместе с посылкой, которая пришла, я думаю, 7 декабря, и мы только что переключились на давайте не будем ждать. Но я думаю, что сейчас, кстати, это отличный самолет, что этот самолет прибывает прямо сейчас. Но это больше не повторится. Так что это больше не то, чего мы ждем. И теперь все дело во времени тестирования. Да, хорошо. Еще один вопрос, который я видела в чате. Как только ВАСМ будет реализован на Xbox, чего вы ожидаете? Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы некоторые из этих продуктов ВАСМ были добавлены на рынок? Это большой приоритет. Так что, кстати, у нас есть стэк приоритетов. Так как же нам расставить приоритеты выпуска? Таким образом, мы можем выпускать примерно 100 вещей в неделю в хорошую неделю с той командой, которая у нас есть. Первое, что мы выпускаем, это обновление для существующих самолетов. Второе, это обновление для всего существующего. Потому что в самолетах иногда возникают реальные ошибки в функциональности колес или люди чего-то ждут. Кажется, я чувствую какую-то срочность. Поэтому мы говорим, хорошо, давайте выведем самолеты первыми. Затем последует обновление для следующих других продуктов. Затем появятся самолеты. А после этого как бы появится все остальное. И я много читал о качестве, о том, что люди говорят, эй, почему у вас приоритет, когда вы ставите во главу угла высокое качество. Очень известные разработчики, которые выпускают высококачественные вещи. И как отмечали некоторые люди даже в чате, это своего рода скользкий путь, вы знаете, потому что внезапно вы выносишь суждения о чужой работе. Я проведу несколько ночей с ночевкой, чтобы честно обдумать это, и поговорю с командой, и нам всем нужно действительно, действительно ли мы хотим это изменить. Может быть, может быть. Но опять же это похоже на то, в чем вы помогли, потому что я понимаю перспективу. Как я уже сказал, это похоже на чтение хорошей книги, не так ли? Вы такой, окей, это интересные мысли. Так что, пожалуйста, поделитесь своими мыслями. Я хочу задать еще пару вопросов. Я видела один о том, где расставлены приоритеты для тех, кто хочет присоединиться к программе, но предлагает высококачественную бесплатную программу, которую вы видите у игроков. Достали? О, я уже целую вечность говорю, что мне действительно нужна бесплатная программа. Это просто похоже на то, что на вершине маленького холма, над которым нам предстоит поработать, было еще много вещей. Вероятно, это связано с тем же разговором о том, что действительно важно для сообщества, потому что именно для этого и нужен магазин. Это для вас всех. Вот почему мы его создали. Там было много людей. Посмотрите, многие из вас покупают новый третий, где вы всегда покупаете его с веб-сайтов разработчика и еще много чего прямо в школе. Это было для других людей, которые не так глубоко погружены в это хобби, или они новички. Это просто удобно. Я думаю, вы получаете Xbox бесплатно, и это здорово. Так что это должна быть услуга для сообщества. И так и должно быть. Поэтому, когда мы получаем отзывы о том, что люди на самом деле не очень довольны макетом, трудно найти материал, или то, или другое. Да, для меня это то же самое, что кто-то говорит, что термические характеристики не совсем правильные. Это очень сильно связано. Это часть продукта, и он должен быть отличным. Есть ли будущее на рынке, где мы улучшим систему рейтингов, будь то письменные или какая-то еще, дополнительные разделы для написания различных областей продукта? Это то, к чему вы стремитесь? Есть некоторые из них, о которых мы только что говорили с PlayFab сегодня утром, и это своего рода бэкэнд, который мы используем для некоторых из них. Да. Они работают над некоторыми функциями, которые, я думаю, были бы полезны. В целом, как и в целом, хотим ли мы позволить людям вводить текст и потенциально просматривать материалы о бомбах? Есть кое-какие мысли по этому поводу. Но в другой теме я прочитал, что люди подумали, что Xbox Store действительно классный. Здесь есть чему поучиться. Поэтому мы обратились туда. Я так и делаю. Я действительно думаю, что нам нужно, я имею в виду по всем направлениям, нам нужно вносить улучшения, но нет другого способа сказать это по всем направлениям. Процесс, открытость, безопасность, вы знаете, что все это правда. Но я понял одну вещь, которая на самом деле зацепила меня больше всего, так это то, что люди думали, что мы их не слушаем. А это совершенно неправда. Так что я могу вам сказать, что в магазине работает куча людей. Это сложно. И это как бы доходит до нас, не так ли? Когда людям не нравится то, что они видят. И это похоже на то, что вы хотите исправить это прямо сейчас. Но мы также стремимся сделать магазин замечательным, как и сим-карту. Последний вопрос. Можете ли вы прокомментировать текущий разговор о текущей очереди релизов? Что делается для того, чтобы прочистить конвейер и вернуть доверие ваших партнеров? Да, мы принимаем на работу. Как я уже сказал, это одно из решений методом грубой силы. Список передо мной. Что в данный момент находится в списке невыполненных работ? Это немного. Я могу вам сказать, что это такое. Всего 776 продуктов. Я хочу быть абсолютно прозрачным. Я прочитаю это. 8484 самолета, 22 новых на ПК, 34 новых на Xbox, 15 обновлений на PC, 13 обновлений на Xbox. И это относится ко всем категориям. И это то, на чем мы фокусируемся, не так ли? Мы сказали, что у нас есть список приоритетных релизов. Это, вероятно, спорно. Если вам есть что сказать в ходе дебатов, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне знать. Запишите это где-нибудь. Я прочитаю это. Но это идет на первое место, потому что люди уже купили его, и они заслуживают того, чтобы получать обновления как можно быстрее. Затем идут другие существующие продукты, потому что они уже купили его. Новые самолеты, потому что люди действительно часто, может быть, это слишком широкое утверждение, но часто люди действительно в восторге. Я помню Вилгу. Я разговаривал об этом с кучей друзей. Так что я думаю, что это следующий шаг. А затем появятся новые неавиационные продукты. Если это почему-то не то, что вы считаете правильным, просто напишите несколько комментариев либо здесь, потому что я всегда буду читать журнал в конце наших сеансов. Либо разместите его в чате на форумах. Прекрасно. Хорошо, Йорк. Спасибо вам за то, что вы были так прозрачны и ответили на эти вопросы о рынке. Мы ценим это и всем нашим гостям, которые были у нас в потоке. Спасибо, что присоединились к нам. Чат. Спасибо вам за то, что вы здесь, где мы отлично провели время. Сёп и Марсель. Спасибо, что ответили на вопросы. Сёп, что поделился информацией о термических явлениях и турбулентности. Марсель, что ответил на так много вопросов об аэропортах. Мы скоро вернемся. Но пока мы надеемся, что вам понравится ваша неделя. И, пожалуйста, наслаждайтесь первым обновлением авионики самолета. Мы будем присутствовать на этом потоке в пятницу. Конечно, для нашего сообщества, летающего в пятницу в 11 утра по тихоокеанскому времени. Увидимся там. Всем хорошего дня. Отличной ночи. Увидимся позже. До свидания. Всего хорошего. 2023 год. Уи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok